Приветствую любителей гитарного звука и самоделок. Те кто собирал когда-нибудь примочки, знают насколько трудно встроить ее потом в корпус, развести на проводах входной-выходной разъем, питание и все остальное. Это по времени может занять в 2-3 раза больше, чем сборка собственно и запуск примочки. Поэтому сделал такую штучку, видел похожую еще на тайде. Штучка представляет собой платку, на которой стоят два входных-выходных джека, джек питания, кнопка переключения, можно подцепить батарейку при желании. Светодиод стоит сразу и защита по питанию плюс фильтрация стоит, РЦ-фильтр стоит. Платка плюсы какие? К примочке идет всего четыре провода. Примочка делается на отдельной платье и от нее идет всего четыре провода. Это вход на примочку, выход с примочки, земля и питание. Все остальное здесь уже. То есть как бы собрав эту плату, потом очень просто все поставить. Сейчас покажу как это все можно сделать. Тут ничего сложного нет, есть определенные тонкости, по тонкости мы поговорим. Первым делом вставляем всю шелупунь, которая есть кроме светодиода и запаиваем. Обратите внимание, два диода, полосочки на диодах должны совпадать с полосками на платье нарисованными. То есть вот эта вот полосочка. Здесь плюс тоже помечен на платье у электролита. Его надо вставлять плюсом в плюс. То есть это ножка, которая длиннее на конденсаторе, она является плюсом. Переворачиваем, запаиваем, ничего сложного. Теперь откусываем все ножки, смотрели, чтобы ничего не пропустили. Получилась у нас вот такая штука готова. Дальше остались вещи, которые перед запайкой, которых надо маленько подумать. То есть смотрите, по идее мы можем сейчас запаять кнопку. Кнопка у нас будет стоять полностью. Платье шевелится, оно никаким образом не будет. Давайте это сделаем. Все остальное у нас требует сначала мысли. А, еще можем запаять вот эту штучку. Это у нас будет разъем питания. Дальше начинаются небольшие сложности. Здесь вот резистора наверху есть отверстие для подключения провода вот сюда подключаем провод который идут в комплекте припаям с этой стороны или сверху неважно там отверстие металлизированы вторую половину вот этого провода второй конец зачищенный засовываем сюда вот в эту прорезь которая идет в переключателя и потом прижимаем сверху гайкой накручиваем ее чтобы потом гайка вот это она будет контактить с корпусом прижмет еще права провод этот корпус руки в результате у нас корпус будет контактить с землей местный и получится что он будет работать экрана остается нам в общем то немного но вот это вот все она как раз требует особого подхода то есть нам осталось поставить светодиод и два разъема ну и соответственно провода подключить сюда батарейку если будем использовать плюс минус плюс красный минус черный а вот это получается провода вот такие вот тоже идут можно подключить их прям все четыре сразу но пока я это делать не буду потому что это потом не удобно кило так как бы болтаться вот ее можно потом когда все разметишь сделаешь вот можно тогда будет подцепить в общем суть в чем мы сейчас ставим если разъемчики мы можем это сделать поставить два разъема вот так и запаять их и сюда поставить светодиод можем тоже запаять но это будет глупая затея по умному нужно сделать следующим образом сначала сверлим по развертки корпус полностью вставляем диод в держалку вставляем все приблуду нашу в заготовленное отверстие и начинаем подгонять вот то есть нам нужно чтобы у нас все отверстия совпали потому что можно легко очень скривить во время сверловки и поэтому лучше всего не запаивать вот эти два разъема и светодиод тем более светодиод нужно чтобы был определенной длины вот и вот то что мы не запаяли нам позволяет маленько шевелить эти разъемы и запаивать уже ну после пол полной подгонки под отверстие светодиод вот так он вставляется весьма геморройно длинную ножку надо чтобы она сверху была верхней вот когда вставили до конца загоняете его в плату вот так он торчит в платье и вот в таком состоянии уже при желании можно его припаять и разъемы все тоже совпадают когда полностью все получается нормально и тогда только можно паять вот здесь отверстие которое идет под разъем питания очень важно чтобы когда разъем питания вставляете чтобы он не коротил с корпусом иначе у вас плюс попадет на минус и будет короткое замыкание блоку идет защиту если батарейку используйте это мгновенно сядет в общем примочка не будет работать по питанию вставляете разъем смотрите чтобы все было четко абсолютно вот после этого можно уже закрутить остальные разъемы поставить и вот в таком виде оставляем то есть вот готовое полностью устройство готово принимать вход-выход здесь все красиво симпатично вот все на этом как бы вставляете плату и вперед а а а а а Субтитры подогнал «Симон»